В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В Сарове снизилось количество людей, находящихся под наблюдением медиков. Неразумная традиция. Поджигание сухой травы грозит нарушителям большими штрафами. Помощь одинокопроживающим пенсионерам. Центр социального обслуживания набирает волонтеров. Далее расскажем обо всем подробно. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у нескольких десятков нижегородцев. Резкий скачок заболеваемости в регионе произошел 1 апреля, когда за сутки болезнь выявили у 13 жителей области. Это вдвое увеличило общее число заболевших. Напомню, с 30 марта в Нижегородской области введен режим самоизоляции. В этот период из дома можно выходить в следующих случаях. Для покупки продуктов и товаров первой необходимости в ближайших магазинах. Контейнером, чтобы выбросить мусор. Для выгула собак в районе 100 метров от места проживания. В аптеке. В медицинские учреждения, если требуется экстренная помощь при отсутствии показаний для вызова скорой помощи. Нельзя гулять на детских площадках и покидать квартиры без особой необходимости. Проводить собрания. Подходить друг к другу на расстоянии менее полутора метров. По состоянию на 3 апреля в Сарове случаи коронавируса не зарегистрированы. Более 60 горожан находятся на карантине под наблюдением медиков. Несколько человек госпитализированы. До особого распоряжения в Саров ограничили въезд по временным пропускам. К другим новостям. Ежегодно в результате палутровы горят дома и гибнут люди. По всей стране уже прокатилась волна пожаров. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Но такие действия не улучшают состояние почвы и наносят вред корневой системе растений. Поджигание травы запрещено законом и за нарушение предусмотрены большие штрафы. Весной любители загородной жизни традиционно наводят порядок на своих участках. Даже в условиях карантина многие предпочли городским квартирам самоизоляцию на дачах. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора предупреждают о недопустимости поджигания сухой прошлогодней травы и бытового мусора. Сжигание сухостояния приносит пользу экосистеме почвы, а наоборот вредит. Это запрещено и может повлечь за собой уничтожение имущества и гибель людей. Выгорит очень большая территория, она очень сухая. Поэтому при повышенном ветре ее невозможно остановить собственными силами. Скорее всего даже будет очень тяжело остановить силами пожарной охраны. Противопожарный режим пока не введен, но в Сарове уже усилили меры по охране лесов. Постановлением главы администрации запрещено разводить костры в лесах, сжечь хворост, траву, отходы, использовать приспособления для приготовления еды на углях. В связи с тем, что многие граждане используют нерабочие дни для отдыха на природе, профильные организации усилили контроль за соблюдением противопожарного режима и указы губернатора Нижегородской области о режиме самоизоляции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Если по кодексу администрации правонарушения предусмотрен штраф или предупреждение, тут уже идет решение, была ли угроза распространения, были ли какие-то отягчающие обстоятельства. Тут уже решается охота. Если же статья кодекса не предусматривает предупреждение, то в любом случае на граждан будет штраф. Рейды по отлову нарушителей проводят сотрудники полиции. Они составляют протоколы на нерадивых граждан и направляют документы в отдел пожарного надзора, где уже принимается решение о наказании нарушителей законодательства. Елена Грескова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. По телефону контактного центра 8800 1300 и телефону горячей линии жители могут также оставить заявку на оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом. Сервис не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях. Прием платежей происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Другая важная информация в подборке коротких новостей. К середине апреля в России будут производить по 4 миллиона масок в день. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, помимо отечественного производства, в Россию поставляется в большом объеме импортная продукция. Так, за прошедшую неделю Китай поставил 37 миллионов масок. По оценке Мантурова, все это позволит покрыть дефицит товара и обеспечить запас в регионах, медицинских учреждениях, службах и ведомствах, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты. В Нижегородской области не планируют запрещать продажу спиртных напитков. Об этом сообщили в прислужбе губернатора и правительства региона. Напомним, на днях некоторые регионы России начали вводить ограничения продажи алкогольной продукции в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Нижегородской области, по словам чиновников, такие меры вводить пока не планируются. Спиртной любой крепости по-прежнему можно приобрести в торговых сетях и магазинах шаговой доступности. 5 миллиардов рублей выделят на стимулирующие выплаты медикам. Соответствующее постановление на днях подписали в правительстве страны. Деньги направят во все регионы Российской Федерации. Больше всего 290 миллионов получит Московская область. В Нижегородскую область на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу направят 121 миллион рублей. Со 2 апреля анализы на коронавирус COVID-19 начали проверять в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной получил разрешение на верификацию анализов. Раньше эта процедура проводилась в Москве. Это означает, что теперь результаты тестов будут появляться гораздо быстрее. 3 тысячи одиноких пенсионеров живут в нашем городе. В условиях пандемии им не рекомендовано выходить на улицу, так как именно люди старше 65 лет находятся в группе риска. Для доставки пенсионерам продуктов первой необходимости и лекарств в Центре социального обслуживания набирают добровольцев. Пока от нуждающихся в помощи поступили 53 заявки. В связи с продлением карантина, возможно, их станет больше. Людям старше 65 лет в условиях пандемии рекомендовано оставаться дома. Так старшие поколения пытаются защитить от коронавируса. Это заболевание особенно опасно для пожилых. Чтобы не оставить пенсионеров без продуктов и необходимых медикаментов, на базе Центра социальной помощи набирают волонтеров. Мы планируем доставлять продукты питания и лекарства по назначению врача тем гражданам, которые одинокие, одинокопроживающие, либо чьи дети и родственники находятся за пределами города, и которым нужна помощь данного вида. Если кому-то из них нужна помощь, то следует позвонить по телефону 6-94-41 и 6-94-39 и оставить заявку на доставку необходимых продуктов. Специалисты в течение дня или на следующий день будут связываться с этим гражданином, получать у него средства на приобретение, либо получать заказ на продукты и доставлять им это на дом. В Сарове проживают около трех тысяч одиноких пенсионеров. Своими силами сотрудники социальной службы не справятся, поэтому приглашают добровольцев. Мы зарегистрируем его как волонтера, выдадим временное удостоверение, обеспечим средствами защиты, маской, перчатками и дезинфектантом для рук, и будем передавать такому гражданину заказы для того, чтобы он выполнял заявки граждан. Пока заявки поступили только от 53 пенсионеров. Но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и продлением карантина, возможно, их количество увеличится. Предложить свою помощь в качестве волонтера можно, обратившись в Центры социального обслуживания или зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Режим самоизоляции предлагает искать новые способы взаимодействия людей. Дистанционное обучение и удаленная работа становятся уже привычными понятиями. Так, в детской музыкальной школе имени Балакирева провели дистанционный конкурс среди воспитанников. Об особенностях работы на расстояниях, сложностях и преимуществах такого вида работы расскажем в следующем репортаже. Традиционный конкурс духовых инструментов детской музыкальной школы имени Балакирева «Весеннее настроение» в этом году прошел в дистанционном формате. Организаторы решили дать возможность воспитанникам учреждения проявить свой талант, не выходя из дома. Каждый участник должен был исполнить пьесу из обязательной учебной программы, записать выступление на видео и отправить его преподавателям школы до 1 апреля. Свои способности продемонстрировали 22 юных музыканта. Несмотря на то, что зрителей перед ребятами не было, волнения не убавилось. Каждый из участников старался удивить жюри техникой исполнения и артистизмом. Оценивали онлайн-выступления ведущие педагоги нашего города. Они выставляли баллы, после подсчета которых определились победители. Из всех конкурсантов судьи выделили выступление Никиты Карипанова. Мальчик исполнил произведение Юрия Должикова «Чувства». По словам педагога детской музыкальной школы имени Балакирева Юлии Синицкой, в условиях карантина дети продолжают заниматься по учебному плану, но уже самостоятельно. Со взрослыми воспитанниками проблем не возникает. Они более дисциплинированы и уже владеют основными навыками игры на инструменте. В то время как ребятам из младших классов приходится осваивать базу без преподавателя, которому потом придется переучивать юных музыкантов. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Они калибруют звучание струн фортепиано в соответствии с эталоном. У представителей этой профессии тонкий музыкальный слух. 4 апреля отмечается Международный день настройщиков фортепиано и пианино. Благодаря их стараниям музыканты покоряют сердца зрителей чистыми звуками инструментов. О работе настройщика фортепиано в детской школе искусств расскажем в следующем репортаже. Интервью мы записали до введения карантинных мер. Когда мастер приступает к инструменту, вначале нужно пройтись по всей квадратуре. Георгий Новиков по специальности педагог по классу фортепиано. Но с детьми не занимается, а предпочел пойти другим путем. Уже более 30 лет мужчина работает в детской школе искусства настройщиком фортепиано. В эту профессию он пришел по стопам отца. Папа работал до меня в этой школе. Но тогда еще это было здание на Мира-17. А получается, что как бы я его сменил. У меня было дома два пианино. Я на них тренировался, как раз обучался настраивать инструменты. И в принципе уже навык был. Небольшой, но был. Главное для настройщика терпение. Настройщенным ключом надо действовать аккуратно. Важно не только настроить инструмент. Надо сделать так, чтобы он держал строй. Если настройщик не профессионал в своем деле, то после 5-6 ударов по клавишам звук будет не тот. Сначала настраивается центральная октава. Делается темперация, сводится. Она должна быть настроена без ошибок. Потому что если будет хоть одна ошибка в настройке в центральной октаве, эти все ошибки повторятся во всех октавах. Вверху в дисканте и в басах внизу. Мое мнение, настройщик становится действительно мастером. После того, как он проработает как минимум 10 лет. На плечи фортепианных мастеров вложится настройка и реставрация инструментов. В идеале срок полноценной службы пианино не должен превышать 50 лет. По словам Георгии, инструменты как люди устают и изнашиваются. В планах у Георгия Новикова совершенствоваться в своей профессии. Мужчина планирует поехать на обучающие мастер-классы в Москву и другие города России. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин